Ярослав Железняк, народный депутат Украины, у нас на прямой связи. Ярослав, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, у нас было включение от журналиста из Мариуполя, и то, что она писала, это, конечно, понятно, что мы видим фотографии на лентах информационных агентств, видим какие-то видеоматериалы, но то, что чувствуют люди, которые там живут, которые там находятся, наверное, словами не передать. Не могли бы вы рассказать в целом, какая ситуация в Украине сейчас? Владимир Зеленский говорит о том, что наступил, как я понимаю, стратегический перелом в войне. Вот согласны ли вы с этой оценкой? И вот поделитесь своим мнением. Ну, смотрите, я думаю, что не секрет ни для кого, что мы пытаемся уже 16-й день остановить русских солдат, которые пришли на нашу землю и убивают наших людей. Все шизофренические поводы по поводу того, что они защищают русскоязычных, где нацифицируют, что-то еще они там делают, но я думаю, что комментировать нет смысла. Смотрите, я из города Мариуполя, я родился там, всю жизнь учился, разговаривал на русском языке, я стал спокойно членом украинского парламента, и это не мешает мне спокойно себя чувствовать в Украине и говорить на русском языке. А когда надо, на украинском, когда надо, на английском. И Украина – это достаточно демократическая страна, где каждый имеет свое право и на религию, и на язык, и тем более на выбор. Тем не менее, 16-й день у нас армия Путина пытается убить. Почему пытается? Потому что у них это, как всегда, не выходит. Спасибо огромное русской коррупции, которая стырила все деньги на армию и на подготовку. Это значительно нам помогло, но тем не менее, конечно, ситуация тяжелая. Например, опять же, тут история про Мариуполь. Я удивлен, на самом деле, что у него хоть была какая-то связь с журналистом. Нет, журналист уже выехала, она смогла выехать по коридорам. Там как-то смогла выбраться оттуда, и она из Запорожья уже выходила. Но сама она из Мариуполя была в первые дни. А, ну вот. Смотрите, я очень хорошо знаю ситуацию, у меня там сестра, и я с ней не мог поговорить 10 дней позавчера. Поговорил буквально минуту, и связь снова оборвалась. И те цифры, которые сейчас публикуются, что полторы тысячи людей погибли под обстрелами, там постоянные обстрелы, больницы, школы, действительские отделения. Ну, это просто ужас, это геноцид. Для понимания, люди сидят без еды, без света, без воды, без мобильной связи. Ну, там голод начинается, это 21-е столетие, там людей хоронят в братских мигилах. Еще раз, это Европа, это Мариуполь, точно очень прогрессивный город, очень красивый, индустриальный. И сейчас там происходит просто ад на земле. То же самое это возле Киева. Они, естественно, была такая глупая идея у Путина, что он захватит Украину за два дня и поставит там русский флаг. Естественно, это все у них навернулось, но вот возле Киева есть такие города-сателлиты. Это Буча, Ирпень, Борзель, Выжгород, ну, там много, Стоенки и так дальше. И они с территории Беларуси просто зашли, там все разбомбили, пришли кадыровцы, какие-то ужасы творились. Естественно, наши силы их в итоге победили, но сейчас вот они на севере, условно, Киева. И подходов к Киеву окопались, и там достаточно небезопасная ситуация. Тоже люди, я буквально недавно сидел в семью, 10 дней сидели под обстрелами, в подвале без еды, без воды, боялись выйти, потому что снаряды вот так над ними летали. Поэтому, в целом, ситуация, ну, скажем точно, не та, которая вызывала восхищение, но то, что, наверное, стоит отметить, что, я не знаю, как там у вас, у нас очень часто пытались всякие пропагандисты и так далее рассказать, что русская армия – это вторая армия в мире и все такое, ну, и так далее. Смотрите, нифига подобного, они не вторые, даже не десятые. Простите, у нас, это как шутка, но это правдивая история, у нас цыгане у них тракторами танки угоняют и спокойно эти отдают. Поэтому в данном случае они довольно слабые, просто их много, и они довольно подлые, потому что используют ракеты и вот эти грады, и авиасообщения на земле у них довольно слабые позиции. Что касается экономического фронта, который мы открыли, я считаю, что тут как раз ситуация хорошая, я бы не называл бы это точно экономической войной, потому что война – это когда две силы, ну, хотя бы могут друг другу ответить. Мы-то это называем специальной экономической операцией на России, каждый буквально, наверное, 5 минут у них уходят компании, новые санкции, сегодня, вы знаете, запретили уже официально им проставлять доллар в страну до этого евро. То, что я знаю по России, у них курс доллара уже не имеет никакого значения официального, просто доллар ты не купишь. И мы все дальше и дальше работаем над тем, чтобы все больше компаний уходило с этого рынка. Я понимаю, что для них это траты, но я думаю, что экономически, относительно скоро, где-то к 15 апреля Россия объявит дефолт, и дальше эта спираль смерти только будет у них закручиваться. По международной поддержке тоже вы знаете, что мы постоянно получаем какие-то там заявления о сочувствии и так далее. Это все замечательно в мирное время, в военное время хотелось бы каких-то конкретных действий. Я представляю для понимания самую прозападную партию в Украине. У нас в программе партия, что мы за НАТО, за ЕС, мы всегда поддерживаем работы с МВФ и так далее. Правда, я являюсь очень прозападным политиком украинским, но даже я разочарован позицией НАТО. Я считаю, она слабая. Я не понимаю логику, даже как политик, почему не закрыть украинское небо. Я отлично понимаю, что если Украина падет, простите, но Польша, Венгрия, страны Балтики будут следующие на столе у Путина. И объективно говоря, его аппетиты только будут разрастаться. Надеяться на какое-то там примирение или усмирение агрессора тут невозможно. И мы, кажется, уже это доказали своим примером. К сожалению, ценой жизни многих наших людей. Я не понимаю, почему мы до сих пор не получили достаточное количество самолетов. Опять же, если НАТО их хранит, то для чего? Если хотят третьей мировой войны, так она по-любому будет. Если Украина падет, то это уже факт. Я не понимаю позиции, опять же, многих стран, знаю, что не ваши, Европейского Союза по поводу членства Украины в ФРС. Простите, мы точно, наверное, своими действиями, да и своими, на самом деле, и законодательной базой, и многим другим, доказали, что мы европейская страна. Для нас демократия. Мы сейчас, наши люди умирают за демократические ценности. Могли ли мы работать с Россией и как-то быть мягче в этих вопросах, наверное, был когда-то такой исторический шанс у Украины. И она специально его отвлекла, специально заходила в Европу. Мы специально имели революцию достоинства для того, чтобы Украина стала частью Европы. И сейчас, как бы, ну, ходить вокруг да около по поводу членства Украины в Европе, ну, это достаточно, скажем, такая неправильная позиция. Мне кажется, это не про лидерство и не про демократические ценности. Это про какое-то, ну, боегуство и так далее. Последнее заявление, опять же, и Белого дома, и НАТО, что боятся давать нам больше оружия, самолетов, закрывать небо, потому что боятся вступить в открытый конфликт с Россией. Ребята, чего вы боитесь? Вот мы маленькая страна. Ну, посмотрите на карте Украина и Россия. Мы отлично воюем, еще и прикурить им даем. И не боимся, и как-то отлично собираемся, вон ходим в центр Киева на работу, голосуем. У нас парламент дважды собирался после объявления войны. Могла ли прилететь туда ракета? Могла. Ничего, не боимся. Поэтому, если страны НАТО, и особенно некоторые такие, как Франция, Германия, Соединенные Штаты, боятся Путина, ну, мне кажется, у нас есть проблема тогда с коллективной безопасностью, в принципе, в Европе. Да, у нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я живу в Германии, но сама я из России. Огромные боли вообще наблюдаю за все происходящее. Наблюдаю за тем, как реагирует Европа, что здесь обсуждают, и знаю, как переживают мои родственники. Это все в России. Не складывается ли у вас все большее ощущение, что и Россия, очень много людей гибнут, гибнут за интересы других, и украинцы. Все мы оказались просто разменной монетой у сил, я не знаю, Запад, экономические какие-то силы. И мне просто очень больно наблюдать, что весь мир любуется, как мы просто друг друга убиваем. Ну, вот не знаю, может быть, у меня такое ощущение, как действительно прийти к этому пониманию, что просто нужно это остановить любой ценой, договориться. Да, спасибо, Кристина. Да, Ярослав. Да, ну смотрите, я тут немного поспорю с Кристиной. Факт в том, что не мы друг друга убиваем, а русские солдаты пришли на нашу землю и нас убивают. Еще раз, я не знаю, какую угрозу для России мог нести детский госпиталь или родильный дом в моем родном Мариуполе. Я ни разу не видел, я еще раз говорю, я русскоговорящий человек в Украине, в 30 лет, даже в 29, стал народным депутатом, без какого-то блата и так далее, говоря на русском. И в этом как раз и демократия. Поэтому вот эти все сказки про то, что мы стали разменной монетой, что какие-то интересные, нет. Все очень просто. В стране под названием Россия есть шизофреник, насильник, не знаю, маньяк, назовите его как хочешь, который два года, боясь того, что он заразится коронавирусом, отсидел в бункере. Его даже ближайшее окружение сейчас к нему не может подойти. Который принял решение напасть в 21 столетии на одну из стран Европы, на Украину. К сожалению, так сложилась история, что мы близки к этой России. И пришел нас убивать. Мое спасибо огромное, конечно, за сожаление и так далее. Но как-то остановить эту войну мы не можем, потому что не мы нападали. Мы с удовольствием хотели бы, чтобы мы дальше ходили на работу, рожали детей, планировали свое будущее, занимались спортом. А, к сожалению, нас убивают. И имя этой убийцы имеет конкретное. Это не Европа, это не Соединенные Штаты. Нет, это русские солдаты. И имя командует Путин. Поэтому все сочувствующие граждане Российской Федерации, конечно, вам еще раз огромное спасибо. Я надеюсь, что вы никогда это не переживете. Я не желаю такое. Чтобы вы 10 дней сидели без воды, без еды, и чтобы у вас детей находили, которые умирают от безвожия. Это ужас. Это ад. Но вместо того, чтобы обвинять Запад, у вас есть конкретное имя Путин. Выходите на свои улицы. Выходите, пишите об этом в своих соцсетях. Не молчите. Потому что ваших же детей потом убьют. Еще раз, мы победим, я уверен. Экономически мы разрушим Россию. И физически мы тоже отобьем свои земли. Но вам дальше в своей стране жить. И потом будут гулаги, расстрелы. Вы же уже такими шагами идете к возвращению к сталинским временам, что, мне кажется, за эти две недели никто такого экономического и демократического самоубийства не делал в принципе в истории. Поэтому хотите помочь, выходите на улицы и говорите. Не надо кого-то обвинять. Еще раз, ни Германия, ни немцы в 5 утра ворвались в мою страну 24 февраля. А вы, вы фашисты. Вы 24 числа, в 5 утра, я помню, как я проснулся от того, что Путин объявил нам войну и сразу услышал взрывы в Киеве, столице Украины. У нас есть еще звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Юля. Я вообще из Латвии. Но сейчас, в настоящее время, нахожусь в Санкт-Петербурге. У меня вопрос к гостю, к человеку из Украины, как, по его мнению, складывается текущая обстановка и каковы перспективы именно по срокам, когда война закончится. Я так понимаю, что она закончится, победа Украины, но именно когда. То есть по его ощущениям сроки. Потому что ощущение, что это надолго, что это просто на годы. А еще второй момент, то, что я хочу добавить. Пока критическая масса гробов не скопится, ничего в России не изменится. Потому что зомбо-ящик действует настолько сильно, что ты пытаешься разговаривать с людьми 60+. Это непробиваемая стена. Это нереально. То есть ссоры в семьях, разлад здесь уже просто повсеместно, но это не пробить. К сожалению, это так. Да, выходит на улицу какая-то часть, которые думают, у которых есть альтернативные источники. Но вот эта вот масса а-ля бюджетники, а-ля те, кто получает из бюджета. То есть это просто холодильник побеждает. Их не переубедить, и это нереально. То есть их убедит только количество гробов. Все. В общем, такой вопрос по сроке. Да, спасибо, Юлия. Да, спасибо, Юлия, правда, за позицию. Тоже пытаюсь общаться иногда с людьми, которые знаю в России. И они плюс-минус говорят то же самое, что вы. По срокам. Я думаю, что так как в принципе не была просчитана эта спецоперация, как ее называют в России, давайте говорить честно, как эта война надолго, это планировалось как блицкрих. И опять же, спасибо огромное русским коррупционерам, что сделали все возможное, чтобы там не было никаких запасов. То я думаю, что где-то месяца два-три еще оно будет, а дальше это просто не будет ресурсов. Каждый день войны стоит огромных денег, и их нет в России. Параллельно мы, почему мы, я активно как раз занимаюсь этим вопросом, многие мои коллеги, мы сейчас там не делимся на политиков, коалиционных, оппозиционных, на все политики Украины, все защищаемся от агрессора. Мы работаем каждый день и день и ночь для того, чтобы все больше и больше санкций было, и все больше и больше компаний уходили. Я понимаю, что бюджетников в России не пробить. И правда, наверное, очень большим и хорошим аргументом является гроб русского солдата, это конкретный сын какой-то конкретной матери, и внук конкретной бабушки, которая, наверное, поддерживает Путин. К сожалению, я бы очень не хотел, чтобы эти аргументы работали, но, к сожалению, именно этот сын и этот внук пришел убивать наших детей. А гробов много, их уже больше, чем 12 тысяч. Если посмотрите даже видео в телеграм-каналах, в новостях, просто там видно, что это довольно большие потери, когда там громятся все колонны. Опять же, их тут кинули как слепых котят, у них нет никакой связи. Естественно, мы их довольно активно уничтожаем тут. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы раньше сработал холодильник. А в России с сегодняшнего дня официально уже не будет поставляться доллар. То же самое с евро. Вы видите историю с мастер-кат. Вот буквально к тому, как к вам подключиться, смотрел сюжет, что русские туристы остались без денег, потому что отключились с мастер-кат. Снять деньги, насколько я знаю, это очень сейчас сложно. И там очереди по месяцу и так далее. Инфляция, падение дальнейшей рубля, опять же, отсутствие каких-то товаров – это все то, что мы готовим для России в ответ на эту агрессию. Я очень надеюсь, что даже вот это поколение 60+, при том, что я тоже часто включаю себе русский телевизор, просто понять нарратив и читаю эти телеграм-каналы, и не понимаю, что курят иногда пропагандисты, когда говорят про какое-то биохимическое оружие на летучих мышах. Ну, типа, ну вот это правда такой трэш, который тяжело даже вот придумать. Но тем не менее, я надеюсь, да, я надеюсь, что просто вот все в совокупности экономика, понимание, что дальше уже нельзя так вести, какие-то там, ну еще месяца два-три продержатся и так далее. Вот сегодня была провокация, русский самолет взлетел с территории Беларуси, обстрелял несколько сел, и я так понимаю, вот у нас сейчас активно идет информация о том, что в 9 часов белорусская армия может вступить в войну. Это будет переломный момент, к сожалению, в худшую сторону. С другой стороны, я не представляю, честно говоря, какой белорусский солдат сейчас пойдет в Украину воевать. Мне кажется, что у Лукашенко просто нет возможности дать своим войскам такой приказ. То же самое касается Приднестровья. Они там активно брать скают оружием, но пока, слава богу, не начали никаких активных военных действий. Опять же, для них это будет верная смерть. Поэтому тут много факторов, но я надеюсь, что мы быстрее за душем России санкциями, чем они сюда направят еще больше русских людей, которые будут тут поебать. Они, кстати, планируют направить сюда не только русских людей, но и сегодня появилась информация о том, что планируют сирийцев и выходцев из Ближнего Востока. В частности, на Совете Безопасности Российской Федерации Сергей Шайгу, министр обороны, сказал Владимиру Путину, вот есть добровольцы, 16 тысяч человек. Путин сказал, ну если они не за деньги, я цитирую по памяти, то пусть едут. То есть, соответственно, видимо, ну тут уже политологи это все, конечно, разложили. Видимо, Асад отдает свои долги и сейчас отправит часть своей армии воевать в Украину. Насколько это, скажем так, серьезный фактор? Как это влияет на украинцев? Что об этом говорят сегодня? Ну, смотрите, с сирийцами еще легче. Они, во-первых, непонятно вообще, как тут будут различать войска, кому нам самим довольно тяжело. Но, да, для них мы хоть по языку можем различать, не пытаемся там наши военные говорить на украинском, даже те, которые довольно плохо говорят, но хоть это помогает, да, там сделать какое-то различие. А этим, я так понимаю, что одних, что вторых будут стрелять. Второе, я, опять же, я вот слабо понимаю их мотивацию, но вас кидают в страну без какой-либо подготовки, без понимания процесса, без какой-то нормальной связи. И, причем, довольно у нас неплохие уже защитные позиции. Поэтому, ну, скажем, дополнительные войны, конечно, плохо, когда они у противника, но сказать, что это большая катастрофа, нет. Смотрите, вот мы еще очень часто слышали, там, кадыровцы опасные и так далее. Ну, приехали они к нам в Гастомир. Ну, перебили мы их всех вместе с их командиром. Сейчас кадыров уже, вон, третий день пытается как-то там то в видео записать с кем-то из них, то еще что-то, ну, показать, что на самом деле они тут не были расстреляны. Да не убили, он мне фотографии видел из наших сводов, там все понятно. Поэтому были кадыровцы и не стало их в Украине. У нас, наоборот, у нас довольно много иностранцев сейчас воюют на нашей стороне. Французские легионы, британцы, американцы, добровольцы, которые захотели поехать. Многие другие. Поэтому я бы, ну, на месте сирийцев очень бы плотно подумал бы, стоит ему умирать за непонятно что и непонятно где. То самое, честно говоря, я не понимаю мотивацию русских солдат. Ну, вот, скажите мне, пожалуйста, вас кидают за зарплату, зарплату, я так понимаю, сейчас это уже меньше, чем 200 долларов, на верную смерть. Да, блин, сядь ты в БТР, пригони, сдайся вместе с БТРом, получи 300 тысяч долларов компенсацию от Украины, получи украинский паспорт, езди по всей Европе, по безвизу, спокойно отдыхай. Ты 300 тысяч долларов никогда в жизни не увидишь в России. Потому что, во-первых, тебя убьют в Украине, во-вторых, ну, в принципе, в России никогда 300 тысяч долларов не увидят. То же самое я не понимаю пилота. Прихоните свой самолет к нам в Украину, мы вам миллион долларов дадим. И живите себе отлично. Миллионерами станете. Вместо того, чтобы погибать и сгорать в этих самолетах, потому что у нас сейчас самая современная ПВО, мы избиваем эти самолеты каждый день, как мух летом. Поэтому, вот, ну, тут, знаете, войну все-таки тяжело выиграть без какой-то мотивации. Вот последняя история, которую, да, там рассказывают, что вот русские войска могут зайти в Киев. Вот Киев классный город, очень советую, когда закончится война, приехать погулять по нему. Но сейчас вы не представляете, какое там настроение людей. Там, если русский солдат зайдет, вас с первой форточки, даже не украинские сбройные силы убьют. Там просто бабушка, которая сидит с автоматом, с коктейлем Молотова, вас расстреляет, а потом еще подожжет. И, ну, и так, как бы, так в каждом доме. То есть сейчас у народа настроение очень агрессивное. Но зайдет эта колонна танка. Но она проедет максимум один квартал. Ее просто, ну, ее не будет. Люди там, они выйдут и сожгут, и расстреляют. Ну, что танк может сделать против тысячи людей? Ничего, он может съездить до того момента, пока его не загонят в угол. Так мы по всему Киеву наставили противотанковых ежей. Поэтому вот в данном случае, мне кажется, что у Путина одна из главных проблем, ну, кроме того, что он дебил, это то, что он банально просто не понимает разницы между Россией и Украиной. Слушайте, у нас люди выходят голыми руками, танки останавливают. У нас вон Херсон, они зашли, сели в мэрию. У нас, они ничего сделать не могут, потому что тысячи людей выходят на площадь, кричат им, чтобы они шли в ту же сторону, куда мы отправляем русский военный корабль. Ну, не буду сейчас матюкаться, но вы поняли, что это точно нехорошее послание. Вот. Поэтому и все, и что они могут сделать? То же самое с Мариуполем. Ну, вот люди сидят 14 дней без еды, воды, электричества, мобильной связи. Что кто-то вышел на улицу и хочет встречать русские танки? Нет. Они будут умирать, но никто не впустит русский мир. Ну, это украинцы, это совершенно другая нация. Непонимание, мне кажется, Путина, нашего менталитета, это главная из причин. Еще раз, я человек в Донбассе. Вот я, ну, наверное, максимально, его в теории должна была быть аудитория. Да, ну, мы не то, что и не хотим быть частью России, мы вот прям максимально-максимально, если можно было бы их куда-нибудь всех переселить, туда ближе к Сибири. Мы бы с удовольствием это сделали. Ну, по крайней мере, желали бы, чтобы они там сами переселились. Поэтому тут война, она была изначально глупой. Я так понимаю, что главная проблема, опять же, это вот прогнившая русская система, когда Путину приносили сходки о том, что тут каждый пятый поддерживает русский мир. А оказалось то, что даже пятая колонна Путина у нас в Украине, там есть такие у нас политики, они просто эти деньги тырили и покупали себе вилы в Испанию. Вот на этом вся история и закончилась. Ну что ж, мы благодарим вас. Ярослав Джелезняк был с нами на прямой связи. Спасибо, что нашли время и вышли в наш прямой эфир сегодня. Все. Спасибо.